Итак, у нас есть схема нашей сети. Мы сейчас в Packet Tracer построим эту сеть и проведем первоначальную настройку сети. Под первоначальной настройкой мы понимаем прописывание на коммутаторах и имени коммутатора, и IP-адрес этого коммутатора, и настройка доступа к этому коммутатору. Поскольку мы сейчас не рассматриваем маршрутизацию в этой сети, то не будем пока вводить маршрутизатор. Маршрутизатор мы построим на сети позже. Итак, у нас один основной коммутатор 2960, и коммутаторы 2950, это XS Level. Для того, чтобы сразу несколько коммутаторов поставить, нужно выделить их с Control, а потом вставлять. Мы используем 2950T, потому что у него есть грибитные порты, а у 295024 грибитных портов нет. Ctrl нажали, под коммутатору и ставим. Так вот, Escape. Теперь нам хосты поставить нужно. Обычные компьютеры. Ctrl, хост выделя. Тут у нас 4 группы. Тут у нас 2 группы. И Escape. И сервера поставим. Один, два, три. Для того, чтобы структурировать нашу картинку, мы давайте выделим вот таким вот образом. И во второй. Значит, дадим лейбл. Это у нас Москва-Павловская. Это у нас Москва-Павловская. Сюда, вот эту иголочку это ещё. Так. 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 итак теперь соединим свечи друг с другом Для соединения, поскольку свечи это устройство одинакового типа, DCE, мы будем использовать кроссовый кабель Для подсоединения к свечам компьютеров мы будем использовать прямой кабель, поскольку свечи это DTE, а компьютеры DCE Итак, выбираем кабеля, контуром, кроссовый кабель и соединяем У нас свеч соединяется гигабитные портами, первый гигабитный Тут тоже первый гигабитный Тут у нас второй гигабитный Первый гигабитный Тут у нас второй гигабитный Первый гигабитный И тут у нас FAST Ethernet 1 Тут FAST Ethernet 24 Теперь подсоединим компьютеры Нажимаем Ctrl, прямой кабель и подсоединим Сута мы подключим на первый порт Здесь мы подключим на двадцатый порт Эта группа у нас занимает с первого по пятые порты На первый порт Эта группа занимает с шестого по десятый На шестой порт Эта группа у нас занимает с одиннадцатого по пятнадцатый На одиннадцатый порт Эта группа у нас занимает с шестнадцатого по двадцать четвертый На шестнадцатый порт Здесь у нас сервера стоят. Это у нас веб-сервер, файл-сервер и мейл-сервер. Соответственно, у нас мейл-сервер подключается на первый порт. Файл-сервер на второй порт будет. На первый порт будет веб-сервер. Сейчас подключение сделано. Давайте мы пропишем имена, лейблы всего этого оборудования и потом займемся конфигурацией. Итак, это у нас WSK, GUNSKAI, SWITCH 1. Это у нас WSK, GUNSKAI, SWITCH 2. MSK, GUNSKAI, SWITCH 3. MSK, GUNSKAI, SWITCH 4. MSK, GUNSKAI, SWITCH 1. WSK, GUNSKAI, SWITCH 3. PC тоже можно назвать. Это у нас HOST, GUNSKAI, SWITCH 3. Это у нас HOST, GUNSKAI, SWITCH 3. Это у нас HOST, GUNSKAI, SWITCH 3. WSK, DKI, SWITCH 1. у нас идет кафедры это департамент покороче на рисунке места не хватит это у нас надо это хоза так это у нас мы это файл это веб настроили лейблы теперь давайте будем делать конфигурацию так клиент открыли так клиента открыли в принципе мы повторяем тот же конфиг который был у нас для упрощения я выложил этот конфиг в виде отдельного файла и мы просто будем копировать оттуда строчки значит вставляем средние клавиши муши правая клавиша муши выделяем вставляем теперь нам нужно сделать адрес на владе 2 2 2 как-то для менеджмента у нас на следующий лабораторное мы будем заниматься вланами а сейчас мы просто формально дадим ему айпичник айпичник дадим просто в этом плане итак свеч один у нас имеет айпичник второй а гитвы у нас будет первый мы можем выделить просто сразу несколько сложнее айпичник гитинга вставляем где как есть здесь вот это В буфере зависла первая конструкция. Ctrl-C, среднюю кнопку вставим. А вот так вставляется. Это значит проблема джинни. АП-DEFAULT на ГАТАWAY. Значит теперь задаем доступ на консоли виртуальные. Теперь задаем доступ на реальную консоль. Теперь задаем пароли. И теперь доступ по SSH. А тут 2048. Вот так вот. Вот наш конфиг, его нужно будет сохранить и приложить к отчету. Так, мы тут опечатались. Питвы у нас не вторая сеть, а первая. Питвы у нас не вторая. Раним конфиг смотрим. Все правильно. Теперь у нас, собственно, наш этот свитч сконфигуриал. И стартап конфиг точно такой же. Конфигурацию этого свитча мы завершили. И точно таким же образом мы сконфигурируем все остальные свитчи. Свитч номер 2. И так, тут меняем свитч 2. Соответственно IP адрес у нас свитча второго. Третий. Шлюш остается такой же. Вот фактически у нас вся конфигурация есть. Единственное, где он нас спрашивает, это при генерации криптоключа. Давайте мы вот это вот так вот сохраним и вставим. Теперь сгенерим ключ. 2048. Подключен SSH. SSH транспорт. Райтнам. Шоурум. Вот у нас наша конфигурация. Конфигурация совпадает. Продолжим с третьим свитчем. Третий свитч. Опять копируем все это. до запроса длины ключа. 2048. 2048. И вставляем. Вставляем. Все. Ctrl Z. Heightn. Show. Вот наш конфиг. Закрываю. Четвертый свитч. Все точно так же. 2048. 2048. 2048. Отставляем только транспорт SSH. minc. Трогу. З. Райтмен. Готоврым. Да. На четвертый свитч мы поменяли IP адрес и не поменяли. Комфты, хостнейм МСК, Танская, свитч 4, интерфейс 2, IP, адрес 10, 128, 1, 5, и маска 25. Так, поменялся. IP, адрес. И у Павловской 6, IP, адрес. Давайте мы тут несем. Вот у нас наш кафик. Опять копир. И подключаем транспорт СССР. Таким образом мы сконфигурили все наши коммутаторы. Для того, чтобы сеть работ, то нам нужно будет поднять ВЛАНы, подключить ВЛАНы к интерфейсам коммутаторов. И потом на маршрутизаторе задать маршрутизацию между этими ВЛАНами. Значит, теперь вы сохраняете и прикладываете все конфиги и данную схему к вашей лабораторной работе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.